лодку не понимает какую лодку взять и там уже такое таскать тут помимо того что не своей лодки были и вот этими прокаты там уже есть о чем поговорить я не беру вот максимума не беру типа раутом не беру там еще это смотрели американцы мариканцы там немножко отделки просто отличается качеством да там люкс не люкс паски шерпотребли там так далее да вот это все они почти все однотипные моторы там будет 2-3 модификации и все а дальше это уже на любители хочешь там ну да общий но посыл типа хотите купить лодку прежде чем сделать крупную покупку потому что лодки сейчас не дешевые даже старые стали дорогие по сравнению с квартирами приедем сначала в мультимарин и посмотреть что вам реально зайдет вы можете взять любую посмотреть по протестировать и в дальнем походе и в коротком походе требование единственное наличие прав гипс ну понятно и наличие навыков которые вы проверяете мы проверяем да мы никого значит просто у нас требования когда человек пишет или говорить да я умею у меня таскать было вот к чему там навязываете что-то такое не в коем боли не спорю покажи покажи зайди выйди зайди выйди зайди заведи отойди 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 да все больше ничего не надо если ты уверен и все это делаешь да правда и холод и услышаны как минимум надо какое-то да там понимать где свет включить и выключение это все объясняется вот это не претензия где начались единый выключатель где значит непосредственно лампочки где чего лежит как значит вот этот щиток как подключать береговое значит питание дано что обратить внимание чем можно чего нельзя все в лодке как пользоваться вот это все это без вопросов вообще даже да там один прокачной как флажок поставили другом значит электрические почему поставил здесь электрический это не моя приходит дважды ломали эти насосы отдельно то есть то нет не последний раз засломанную крышечку пришлось сила унитаз в сборе покупать понимаешь вот меня за задолбала я поставил таскать электрический здесь уже все значит единственное что люди конечно забывают что бумагу цвета не отставайте господи это тоже так сказать и не делалось да все таки они забывают когда возвращаются до забывают опорожнять фекальный бак там где-то там и привозят тебе начинают туда привозить сюда как бы так сказать вот эти вещи у меня в лодках даже пылесосы это тоже это сказать в этом году добавил пылесосы потому что кого мы вроде все вычислили в швах крошки от печенья там мы же не можем вычистить у нас нету пылесосов ну да то есть а процедура в принципе что приемки что сдача на там зависит от того в каком состоянии пригнали да не но у нас есть такая услуга не хочешь чистить это дело на платный да там услуга чистки там как питает и тогда честно признайся мы блин не выше да потому что мы сдаем специально она как больничная доской палаты стериль стере ну все там понимаешь вот все заряжено там бумажки на мы это это салфетки и так далее поэтому таскать два раза метелкой махнул и думал супер таскать выделила вы приходите не все понимают в какую углу приходить на самом деле они приходят те которые еще риски оставляют на пластике из черную это очень тяжело смываемая вещь убираемой да там но это же нет я тебе сдал в таком чистом состоянии да надо мне возвращаясь в этом и пытаюсь не твердить так и было так и было смех смехом до джинсах и джинсы которые красятся ездят еще у меня синие сиденья прямо ну я разлитая чашка кофе нужно вино красное но красное на борту нет это только белая телекрептики какой-то но вот такие таскать моменты мы конечно не претензии таскать понятно многие вещи мы закрываем глаза там прощаем там еще чуть такой нет вот такого смысла вообще не все клиенты наши друзья мы хотим чтобы оставаться с ними даже как можно больше нам и приходить играем сюда забрал ну а внутри не поворачивайтесь к нам спиной у нас вообще на самом деле есть такая может быть то сказать идея тут и кому-то может быть это и так и понравится может быть кто-то и не мечтала такой таскать вещи да вот я так мы думаем 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 как там лучше надо сейчас еще одна лодка встанет познаменовая мультимарина станет в строю это 288 байлайнер да файбрижем которые многие как говорится ждут на это дело и любят вот ей желание доски деда флотили 85 там 88 соответственно скажем так вторые нашим роботовский пацанам дать возможность просто почувствовать себя вот сравнить лодку с лодкой ну да это полезно я думаю что история но слушай а вот ну по сути дела у тебя сейчас мультимарине есть по-моему лодки вообще любого формата тебя есть открытая лодка этот серый чик у тебя есть два две открытых лодки 28 размера ну который двух каютники большие летний круизер скажем так да у тебя есть хардтоп еще один хардтоп ты так понимаю планируешь поставить и еще есть кабинник и все это это все по сути дела флотилия байлайнера ты самый большой держатель байлайнера на северо-западе не магазинах я думаю что у кого-то больше но так получилось просто то есть по сути дела ты можешь уже наверное услугу тест-драйва предлагать что у тебя человек может прийти и взять на тест-драйв одновременно несколько лодок день тест-драйва да то есть типа чувак может покатался на этой на этой сходил по одним и тем же путям и почувствовал разницу но я вообще считаю что вы таскать еще занимаюсь автопрокатом очень у меня очень хорошая точка была так целый кустом-то салонов там на савушки на шарман ярко атлан был и роль такой секой там да и светмобиль там не любите моды и так далее ну там все со всеми дружили и очень хорошо и очень часто люди приходили говорят пусть а мы вот там хендай смотрим а здесь мы знаем что ты смотрим киа да ладно против не можем понять да скажем а чего надо я говорю сусти но игру вы удача есть есть возьмите на выходные машины сначала одну потом другую да нет я говорю вам и чтобы понять тест-драйв который проводится обычно в салонах да ни о чем это ни о чем на и вообще ночью он сидит приятном вытаскать по рублю где там 15 минут а математ все вы съездите на дачу загрузите каким-то шмурняком своим переночуете что-то там может быть заберете сдачи приедете до 2 любая вот у меня во всяком случае так я когда к машине или к лодке привыкаем не надо походить один день или спать обязательно чтобы был перерыв какой-то да там ночь и если это машина или что-то заходят я ты уже в нее с 2 попытки ну второй раз запускаешь мотор а вот это уже на них это уже ее понимаешь там чувствуешь тогда вот появляется такое ощущение или нет да поэтому это один из вариантов да вот этой таскать арене чтобы люди не мучили потом форматы водок разные можно попробовать обратил внимание кто-то хочет одну кто-то хочет другой вообще сторонник ты выбрал там 24 фото я блин вот имеется если те 24 заходят да и тема главная заходит бери сразу 26 не надо вот эти промежуточные вещи устраивать для себя ну несколько двадцать четвертых наверное смысла действительно нет нет я имею ввиду человек уж я хочу 242 45 он допустим да ну ты понимаешь да вот у меня маленькие дети да вот словом маленький еще нормально ну это берешь лодку уже не на полгода до два дня же есть счастлива когда продал слушай но ведь по сути дела реально хороший формат и что можно взять для тех кто сомневается в выборе для тех кто ищет что-то да прийти к тебе и взять у тебя лодку там на выходные на неделю в отпуск это все равно получается дешевле чем владеть своей однозначно ну ты знаешь у нас же это немножко когда-то частная собственно да давай мою 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 сильно развить еще сейчас это отходит потихонечку чуток да наверно может быть чем я не к тому что все люди которые вот не питерцы я не для которые достаточно большой процент из прошлогодних и вот в этом году было которое мне было водки и управлять я больше не хочу покупать потому что я не могу постоянно тратить на нее время там куда-то ходить что-то там еще какие-то обслуживания еще какие-то таскать вещи он сосредоточен немножко на других таскать вещах ну то я тебе таскать позвонил за не все есть есть да да я вот 1 1 пакет у меня такой таскать и что в прошлом году он в прошлом году два раза таскать брал до сезон один раз друзьями другой раз семьей да в этом году он уже три раза таскать взял где-то зачем мне я понимаю он но у него был кондор 740 до этого лодка где-то горит мне во первых на нем там ходить не мне он там еще стоит мне еще до него нахрен ехать долго я где приезжаю вот то что я потратил денег значит извини меня значительно меньше чем я купил эту лодку понятно ты купил за одну сумму ну конечно я не буду брать что сейчас цену этому растут и так далее и обслуживание содержание и так далее и так далее мне вот так и мне голова бы главное не болит что с ней как с ней что там будет правильно с ней сделали сломалась не сломалась а не дай бог еще сломалась там не ищут в общем короче говорит нафиг я отказался ну вот и вот такие заявления они периодически происходят я в принципе скажем так поддерживаю поэтому и лодки должны быть немножко таскать разнообразных потом 2 я когда вот пройдет салон люди же приходили они метались hyundai или киеве миа фортики hyundai но там вроде одна и та же машина с виду а ты понимаешь ну вот какими-то внутренними отделочками да они чуть-чуть разные чуть-чуть да это уже решающие для кого-то это вот существенно кому-то по барабану кому-то нет у кого-то фонарик там понимаешь вот так другой чуть-чуть наискосок один вот пипец тут вот советую в таких вещах возьмите это вот это не берите я никогда не беру ты прочувствую ее может быть тебе этого и хватит ты пойми значит понятно мы на этих лодках никогда там атлантику не пересечем ну и не надо наверно не надо они не дают они все-таки таскать круизерные там реки на это можно там и на недельку на них таскать я думаю что на на второй неделе уже вставание начнется какое-то да все-таки замкнута как это вещь ногами где-то ну конечно поэтому перерывчики надо таскать делать мы все равно это лодка для каботажных путешествий вдоль берега красивые места какие-то по и посещать я считаю что именно этот формат наверно и заходит да то есть я уже второй год и второй год я так понимаю особо свободного времени на лодках то и нет сейчас немножко даскать похолодалась и в принципе очень таскать много было как-то люди вот начиная наверное прямо зимы и как ты там там живешь нормально будет ли в этом году аренда до задавали вопрос это тех кто был конечно значит то есть все клиенты вернулись по сути который да как году как минимум лиза да почти все вот почти все были такие как бы условно слушай а вот в этом году уже сталеки в далеких таких таскать областей уже приезжали с екатеринбурга несколько раз перми там таскать ребята даже сборная солянка один раз приехал друзья там которых раскидала по всей стране краснодара собрались пошли на свои лодки доход да и вот она в этом году ты делал большие то походы вот как в прошлом году и я участвовал и время настало время осени она настала теплых осенних посиделок ну слушай ну во-первых ты сам видишь я уменьшил температуру да нет что у меня вебаста решает второй момент дело в том что очень много людей хочет приобщиться к этому и очень ему страшно ну одним то всегда страшно многие люди не ходят ровно потому что не с кем я вот заметил что когда я организую там свои какие-то переходы я всегда приглашаю людей в компанию много собирается много собирается но мало доходят ну то есть вот типа да да мы идем и большой лист экипажей но реально в поход уходит на процентов 30 списка который собирается то есть даже вот этот за этого года переход у меня был считай мы планировали что мы пойдем вчетвером а вы что мы вдвоем и шли мы ну два экипажа поэтому да наверное многие хотят на многие боятся так ну так а ты когда по опубликуешь то давай планируем давайте планируем там с антоном еще таскать мы этом доктором переговорим подвода он хороший проводник знает все на себя зато ушли вкладе знаний дело в том что и что сейчас я обратил внимание с учетом вот некоторых если так сказать натаскивание людей до на управление лодок да у меня еще градация появилась мало управлять лодкой научиться научиться ходить вывод этого года это реально все что это зналось но это беда ты понимаешь человек который ну куда карпатер это так себе все вперед куда-то смотрю что такое навигационная обстановка это тоже до свидания значит они могут фарватер идет вот так нет это будет прямо не дай бог вот если это открытая какая-то так сказать не речка понимаешь все до свидания понимаешь что у тебя там и холост показывает это какие-то цифры понимаешь никто не задумывается что можно воткнуться короче на воде да все думал что раз вода здесь видна и камни торчат момент это тоже какая-то вот эта доска привычки или квадроцикла или там гидроцикла или там я не знаю мотоцикла там чего угодно а или вот этого таскать подвесника там два положения хрячь до упора лично и все и он там не все она же как там на глисер-то выходит натужно сначала высказывает тяжелое все-таки да там вот он выстрелил вроде как думает нормально же как перешла в глисер тут же начинает рисковать конец а волны он не понимает что делать уже колбасит я же включил а он не понимает скорость там прибрать понимаешь и второй момент прямолинейное движение управлять не могут это никто прямо толком ходить вот провести лодку прямо не может поможем то есть не чувствует ни ударов не ухода привычка безумная какая-то это вот это все туда вправе я говорю что ты делаешь это не маятники фуко там понимаешь ты уходишь а она рискает стабилизирует лодку понимаешь там от ловили и все поддерживает не к ней реакция есть определенная она замедленная твои вещи не ты пытаешься там я сдвинуть да у многих кстати такая история и а я глядя швартоваться будешь вот так чтобы подходить но как разобьешь лодку просто с перекладкой с рулем многие конечно долго привыкает вот сколько его переложить как переложить когда реакция это понимаешь это вот только маленькие такие вещи а вот по ходу сопровождением до которые таскать были это было как раз к людям которые уже более-менее освоились во-первых а ты планируешь вот и до володя слове зимы начинаешь планировать москву я да я чокнутый человек начинаешь расписывать где ты будешь делать остановки где ты будешь дозаправляться какие-то будут переход ты его рассчитываешь когда говорят людям говорят что человек который говорят ребята поехали да ну во-первых надо и погодку посмотреть так на минуточку и заложить еще да да на всякий случай они понимают что бак он не бесконечен рано или поздно где вы будете заправлять что если он рано кончится а раны это того как вы газульку так сказать положите как вы там три мама поработаете как вы трансовым плитами поработать если вы будете зигзагами все время ходить то конечно быстрее закончится и все вот эти вещи а когда вот идешь понятно что идет там впереди поводы у него же там он приметки будут ночевки он понимает не будут заправки да ну да я понимаю так я говорю в этом ты как объявление на сайте будем ждать но слушай сейчас надо просто вот я хочу дотянуть чтобы таскать появился еще вот этот большой да потому что но это будет несколько дескать дешевле чем больше лодок идет тема как бы сумма вот этого сумма поводыря она размазывается просто на количество вот этих то чтобы не было потому что в прошлом году уже было понятно сколько готов экипаж лодки еще дополнительно нести финансовую нагрузку потом почему и лодки в большего формата взяты даже тоже неспроста как раз задумка то было чтобы люди раскидали между собой абсолютно верно чтобы была возможность взять туда не одну семью а две семьи мы не вспоминаем этот случай на 245 я понимаю четверо детей но это не комфортно было писаю понимаю женам как там был дискомфорт да все таки не надо но 85 на две семьи это извините меня нормально все уместятся и никто не да и никто не будет тереться там и прижиматься там понимаешь да а это уже все извините меня пополам просто дешевле в два раза вот а почему вот формат таскать большего больших вообще какие планы на будущий сезон тоже что-то думаешь будут большие корабли я не думаю что будет тут же надо не за количеством гнаться скажем так за качеством определенных да ну есть какие-то задумки сейчас надо сделать будет просто выводы после этого вот может быть может быть да не буду счет ничего говорить пусть будет сюрпризом когда будет так сказать сюрприз конкурент у тебя появились не появились нет но есть кто сдает без капитана по часам очень я от них правда от этой конторы взял множество одно и вела на себя значит связи с тем что в этом году таскать творилось до водки просто быстроходный вот они ходят и такие сети но они всего лишь за полтаку там люди не понимают что не надо ходить на таскать ну предел есть какой-то да так сказать не надо ходить в своем на максималках ну да но и просто на чужом может поэтому может быть поэтому таскать ограничение по скорости или там превысил жестких ты поставил gps мячки нет давно все это отработано но штрафовать начал в этом году да ну потому что да 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 как бы все хорошо там потом я вину блин ну ты чё понимаешь что мы когда еще после этого какие-то доски зацепы там поэтому нет их хочется нормально какое-то разнообразие очень хочется чтобы 65 и все-таки доски появился да вот такая таскать универсальная на мой взгляд все таки то есть еще 5 да он и небольшой не маленький но это как у они пушкин . так как такого да 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 такого таскать формата ну то есть я значит планов я еще 245 я так понимаю на discovery который здесь 46 нет нет ну вот 242 46 там немножко даскать к я не понимаю в чем даскать их фишка там если даскать это для проката не надо очень мощные катера до изначально пулеметы там какие-то очень хорошо себя таскать пока была жара и так далее и так далее да почему открытый открытый это по каналам полосы но в канала я не пускаю смотри там надо уметь управлять абсолютно верно а все кто у нас арендует это скажем так имеющийся наш канал даже я не люблю ходить достаточно слабый навыки навыки управления да вот а те кто в канала частенько таскать ходит на у них своя лодка и зачем махин протек но так в данном случае но это спасибо на добром слове будем ждать новостей от мультимарина временем бутылка рука